РАДИОУНИВЕРСИТЕТ РАДИОУНИВЕРСИТ РАДИОУНИВЕРСИТ И ТЕМИ, КТО УЧИЛСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ИДУТ СПОРЫ А КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ? КАК ВОСПРИНИМАЛИ ИМЕННО ТОГДА СОВРЕМЕННИКИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВО ВРЕМЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ? На самом деле Бородинов относится к одним из тех сражений, по поводу которых до сих пор идут споры, и каждая сторона приписывает победу себе. Причём, что характерно, с основанием. И русские считают победу своей Бородинской битвой, и французы считают Бородино своей победой. Причём характерно, что французы называют эту битву московской. То есть для них это битва под Москвой. Ну, потому что понятно, это такой пиар-ход. Кому известно название Бородино из французов? Никому. А Москва? Это Москва. Поэтому для французов это битва московская. И действительно, каждая сторона считает эту победу своей. Что касается Наполеона, то он по-разному говорил о Бородинском сражении, но однажды у него вот так вот вырвалось, что это ужасная битва, ужасное сражение. И так оно, наверное, и было. И вот эта фраза Наполеона, это слово даже показательно. Французы считают, да, это своей победой, потому что русская армия отступила, и более того, французы вступили в Москву. Но как бы то ни было, в дальнейшем окажется, что для Наполеона это первая победа. То есть это победа, которая в ближайшем будущем означала всё равно поражение и предвещала поражение. И Наполеон, кстати, был очень недоволен тем, что после битвы в плен попало очень мало солдат. А тогда именно количество пленных определяло значимость события. Ещё, наверное, очень важно это морально-психологическое значение этой битвы и её последствий. Дело в том, что Наполеон после Бородино он окончательно попал в плен собственной какой-то иллюзии, поверил в то, что император Александр I пойдёт на заключение мира. И он же ждал, да, ждал сначала ключей от Москвы, потом ждал, что Александр пойдёт на переговоры от Кутузова того же самого ожидали. Но вот этого ничего не последовало. И, собственно, все дальнейшие действия Наполеона были основаны на этом предположении, о том, что Александр будет стремиться заключить мир. И вот в этом, наверное, и заключалась главная и фатальная ошибка, которая была допущена Наполеоном. Получается, что прав был Кутузов, который говорил, что с потерей Москвы не потеряна Россия, но если мы потеряем армию, то тогда вся война безнадёжно проиграна. И, собственно говоря, Наполеон-то именно поэтому сокрушался о том, что не попали в плен русские солдаты, и он надеялся на то, что русские будут, всё-таки пойдут на переговоры, но впереди его ожидала пылающая Москва. Вообще для французов это была настоящая катастрофа, ведь они ожидали, что город их встретит, что их примут горожане, магистратура или градоначальники вынесут ключи на подушечках, и вообще всё будет так, как положено, когда входит европейский император в такую достаточно варварскую страну. Унизительно для русских, победоносно для европейцев. А всё-таки почему произошла вот эта ситуация с тем, что русские оставили Москву? Это уж был целый комплекс причин. Конечно, и это было просчитанное решение Кутузова. Вот вы сказали, варварская страна. Тут как раз надо учитывать, что ведь в эпоху Просвещения уже формируется двойственный взгляд на нашу страну. То есть, с одной стороны, это Вольтер, это Дидро, которые видели за Россией великое будущее, и которые считали, что Россия идёт вперёд по тому же, в принципе, пути, что идут европейские страны. То есть, концепция просвёщённого абсолютизма, просвёщённого правителя. С другой стороны, это взгляд Руссо и Монтес-Кьо о том, что в России нет среднего класса, в России никогда не будет европейской цивилизации. Но важно было то, что именно взгляд на Россию как страну, которая может пойти по европейскому пути и которая приобщается к европейской цивилизации, он же существовал. Я не говорю о наполеоновской пропаганде, которая как раз занималась созданием образа дикаря, варвары. Это пропаганда, это другое. Но для самих французов и для Наполеона это был шок. Почему? Потому что они как раз ожидали увидеть, не то, что они увидели дикарей, они ожидали, что русские будут встречать их чуть ли не с хлебом с солью, учитывая как раз и вот эти франкофильские настроения, которые были в русском обществе, особенно среди аристократии, среди элиты, среди дворянства. А оказалось так, что французы имеют дело совершенно иной культурой и иным народом. И более того, когда действительно Наполеон вступал в Москву, он же ожидал, что увидит здесь живой город с населением, с жителями, а он, оказывается, вступает в пустую Москву, потому что большинство жителей, большинство горожан столицу покинули. И он как раз сказал, что похоже, что русские не знают, как сдаваться, а русские действительно и не собирались, наверное, сдаваться. И вы привели очень правильно выражение Кутузова, который как раз принял на историческом совете в Филях решение оставить Москву. И он же заявил, что доколе будет существовать армия, с потерянием Москвы не потеряна ещё Россия. Но когда уничтожится армия, погибнут и Москва, и Россия. То есть для него это был такой очень важный просчитанный ход. Хотя понятно, что для Александра это было известие об оставлении Москвы просто совершенным таким ударом грома среди ясного неба. Более того, ведь когда Кутузов отправляет донесение Александру, он не употребляет слово «победа», но в принципе говорит о чём. Он как пишет, что «кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами». А соотношение сил до сих пор вопрос такой спорный. И там более-менее такое равное было соотношение сил. Другое дело, что российская сторона, мы задействовали все свои силы, а Наполеон вот свою гвардию-то сохранил. То есть она не была пущена в ход. Хотя, с другой стороны, у Наполеона погибло 40 генералов в битве под Москвой, в Бородинской битве. То есть для него это была тоже очень такая серьёзная битва с очень большими потерями, при том, что наши потери, они были больше. По данным, в частности, военно-учётного архива главного штаба русские войска потеряли 45 тысяч с половиной человек. А французы, по данным архива военного министерства, потеряли 28 тысяч человек. Но подчеркну, что цифры, они разнятся. Но главное было то, что Кутузов принимает именно такое стратегическое решение оставить Москву, но при этом сохранить армию. И вместе с армией Москву 14 сентября покинули её жители. И из 275 тысяч человек в столице осталось чуть больше шести. И поэтому Наполеон, его генералы, которые были опьянены славой, скорым ожиданием конца войны, они на самом деле были поражены. Тем более, что буквально в тот же день в столице, в древней столице, начинается грандиозный пожар. Наталья Петровна, весь наш цикл мы посвятили, по сути дела, русскому и европейскому характеру. Ведь события войны 1812 года нам прекрасно известны по школьным учебникам, по бесчисленным документальным фильмам. То есть любой желающий может узнать вплоть до размера пуговицы и шитья на мундирах, кто где был, кто куда двигался, как маневрировали полки, куда шли корпуса. Всё это известно. Но вот этот момент очень важный, потому что вы сказали о том, что Наполеон и его генералитет, они были в шоке, они увидели русский характер. Ведь фактически Бородино надломило эту великую армию вот этим ожесточением. Потом их никто не встречает. Горит город. То есть для Западной Европы, для этой армии, которая шла, да что там греха таить, шла мародёрить русских, вдруг ожесточение столь яростное и столь потом последовавшее сожжение Москвы. Мы не будем разбираться, кто поджёг Москву, при каких обстоятельствах, но потом горящий город и вокруг начинается партизанская война. То есть вся страна вспыхивает. И это отличается даже от испанской партизанской войны, о чём вы говорили. Вот что это было для этих самых просвещенных мародёров, которые пришли пограбить, и они ожидали, что Россия сдастся. Но тут начинается для них именно катастрофа. Ну очень верно, и вы ставите вопросы. И вот как раз вопрос о моральном значении Бородинской битвы, потому что как раз Бородино, вот, пожалуй, одна из самых кровавых битв в истории войн, вот эта битва, она пошатнула в наполеоновской армии былую уверенность в победе и ослабила её наступательную активность. То есть не в тактическом и стратегическом смысле, но скорее в моральном или даже политическом. И поэтому, учитывая дальнейший ход военных действий, можно с полным правом сказать, что Бородино оказалось всё-таки русской победой. И даже сам Наполеон, он же как-то говорил о том, что французы в Бородинском сражении показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. И вы верно сказали о пожаре Москвы, что действительно пожар давно потушен, а споры не утихают по сей день. Кто поджёг Москву? Какова была роль генерал-губернатора Растопчина в этом вопросе? Здесь по сей день идут дискуссии, хотя, казалось бы, вы опять-таки отметили, вроде бы всё известно, но споры не прекращаются. И отечественные, и зарубежные историки спорят о причинах пожара Москвы, хотя, в принципе, на Западе существует такая устойчивая точка зрения, что сожгли Москву сами русские. Наполеону действительно не было никакого резона, не было никакой выгоды жечь Москву. И пожар занялся одновременно в разных местах, и в результате от великого города, который был полон товаров, продовольствия, остались лишь пепел и головёшки. И как раз Наполеон, он ругал скифов, которые сожгли свой город, свою столицу. Он пытался бороться с огнём, он приказывал расстреливать поджигателей, но всё было тщетно, и Москва погибла. И из более чем девяти тысяч домов сгорели шесть с половиной. И вот это как раз имело эффект катастрофический. Почему? Потому что вместо уютных зимних квартир и сытой жизни великая армия оказалась на пепелище. Потому что ведь в то время армии зимой не воевали, и Наполеон как раз и рассчитывал переждать зиму в Москве, а потом уже дальше начать движение. И даже у него были планы пойти на Петербург. Как раз мы знаем, что из Петербурга начали ценности эвакуировать на Нижское озеро, на Ладогу. Ну вот как раз пожар Москвы и молчание императора Александра I, который на трёхкратное предложение обсудить мирный договор, ответил отказом, вот это всё, наверное, и предопределило отступление французов из России. И, как вы верно сказали, их ожидала, ко всему прочему, вот эта вот дубина народной войны, партизанская война. Причём с партизанской войной, конечно, Наполеон сталкивается ещё раньше. Испания, Португалия, да, гирилья, народная война. Но вот такой масштаб этой народной войны, такой охват, вот с этим Наполеон сталкивается впервые. При этом партизанские отряды, это в таком массовом, наверное, представлении, что это крестьяне, вот такие верещагинские, да, с вилами и топорами. То есть такие, конечно, были партизанские отряды, и это крестьяне, которые охраняли свои деревни, прежде всего, от мародёров. Но партизанское же движение, оно у нас было организовано. И это были именно регулярные отряды, казаки, прежде всего, Денис Давыдов, да, то есть это не вот какое-то такое в толстовском понимании партизанское движение, а это очень хорошо отрегулированное, эффективно функционирующее, подчиняющееся командам соединение, по сути, регулярной армии. И вот как раз такого народного сопротивления Наполеон, конечно, не ожидал, но тем более мы с вами в прошлый раз говорили о том, что ведь для русского народа и Александр, пропаганда государственная этим занимались ведь ещё до войны, Наполеона представляла в образе Антихриста. И, собственно, Наполеон вот с этим здесь сталкивается, с войной, по сути, религиозной, то есть война, которая носила религиозный характер против него, то есть она народная, она религиозная, и вот с этим Наполеон, конечно, никак не ожидал встретиться, и отсюда как раз вот эти вот проблемы, которые начинаются великой армией, и поэтому её отступление из России вот осенью 12-го года было поистине ужасным. Когда вы об этом говорите, я всё-таки думаю об эффективности пиара и пропаганды, и того, какой след в истории оставляет великие события, когда о них пишут писатели. Ведь о войне 1812 года мы всё-таки, что греха таить, привыкли судить по великому роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Но вот эта религиозная составляющая войны, вот это ожесточение, иногда свирепость крестьянства, он не показывает. Ведь были чудовищные случаи, когда крестьяне просто изничтожали заблудившихся французов, и это наводило на них какой-то мистический ужас, и фактически было понятно, почему с такой отчаянностью от кого загнанного, обречённого зверя великая армия рвалась к малоярославцу, чтобы, боже упаси, не идти там, где они оставили свой кровавый след мародёров. А фактически Кутузов поставил им заслон в малоярославце, и это была чудовищная мясорубка, но всё-таки этого зверя погнали по старой дороге, и вот здесь армия начала таять. Армия, её буквально расклёвывали летучие отряды, она шла в чудовищных условиях, но ведь потом, немножко, если забежать вперёд, ведь уже создаётся легенда одновременно о том, что армия-то великая, но её погубили всего лишь просторы русские и русский климат, и вот она идёт к Смоленску, она идёт к Березине, и что происходит с этой великой армией двунадесяти языков, ведь фактически да как-то и нету в европейском сознании такого чёткого, ну такого анабасиса, чёткого, чёткой летописи, вот так нас били. Это какое-то состояние, общее воспоминание какой-то глухой катастрофы. Опять-таки очень важно и ставить его вопросы. Что касается летописи, вот буквально совсем недавно вышла книга прекрасного историка из Екатеринбурга Владимира Николаевича Земцова, доктора исторических наук, профессора, известного нашего специалиста по французской революции, по наполеоновским войнам, вот он как раз написал книгу «Наполеон в России», и это буквально летопись, то есть это хронология, то есть там буквально по дням расписано пребывание Наполеона в России, поэтому если вот у кого-то есть интерес, то я очень рекомендую книгу Владимира Николаевича Земцова, там как раз вот всё это, всё-всё подробно расписано, причём это не просто хронология, это и глубокий анализ. И почему вы говорите французы, да, вот так как-то, потому что, конечно, для них это память травма, то есть для них до сих пор воспоминания о русской кампании это память травма. И об этом, кстати, тоже совершенно блестящую диссертацию не так давно защитила тоже наш исследователь из Екатеринбурга Алёна Александровна Постникова. Вот она как раз изучала великую армию Наполеона, русскую кампанию и традиции, историю описания в разных странах, как воспринимали вот эту кампанию. И вот для французов это память травма, как и, собственно, Березина, да, вот для французов Березина, вот это ужасное переправа, хотя армия смогла вырваться, остатки армии, то есть 600 тысяч, да, ведь отправилась почти в Россию, а вернулись, там отчёты разные, там 40 тысяч, 50 тысяч, очень много погибло от голода, от болезней, вот как раз ТИФ, ну ТИФ им тогда называли, в принципе, любые заболевания, вот они все подходили под категорию ТИФа. И этими проблемами сейчас занимается ещё наш один известный историк из Саратова, Андрей Владимирович Гладышев, он как раз вот изучает такой эпидемиологический поворот в истории, и вот как раз болезни, то есть болезни людей и лошадей, вот это ещё было ужасно, ну я здесь не говорю, что вот французы страдали ужасно, а наши солдаты не страдали, да. Да, такой зимний курорт был для русских, да. Конечно, все страдали, все страдали, да, одинаково, другое дело, что французы шли по территории, где их никто не ждал, да, где они были врагами, тактика выжженной земли применялась, то есть они-то рассчитывали на запасы, на продовольствие, а оказалось, ничего нет, нет корма для лошадей, и поэтому как раз падёшь, лошадей, да, лошади — это всё тогда на войне, а это ведь было изначально, по сути, Барклай, вот которого тогда обвиняли, да, говорили о нём чуть ли не как о предателе, но это же Барклай де Толли, он, наверное, в тех условиях выбрал единственно правильную тактику, когда он отступал, затягивал французов вглубь страны и отвлекал их от их обозов, от снабжения, то есть французская армия была не готова к тому, чтобы вот идти на такие расстояния и при этом сохранять вот снабжение своей армии. Барклай, он вообще искал смерти на Бородинском поле, там пять раз под ним коня убивало, то есть он очень морально был подавлен вот именно таким отношением к себе. Это когда вся страна говорит, что немец, да, немец затащил француза к Москве, то есть он же фактически спасал армию и Кутузов, ведь это оба были блестящие военачальники, что Барклай, обеспечивший удачные арьергардные бои, что Кутузов, любимец Суворова, и любимица Александра, ведь Кутузову дважды прострелили голову, и даже великий король Фридрих рассматривал его рану с ужасом, потому что ну уж никак не тот человек, которого мы привыкли видеть стариком. Это был отчаянный рубак и очень большой умница. И вот они привели армию... Кутузов еще был... Кутузов был еще ведь царедворцем прекрасным, а главное, он обладал русской фамилией, а уж если говорить о стратегии, то по сути Кутузов, он же продолжит тактику и тактику, и стратегию Барклайда, то ли, и когда он скажет солдатам, да, что с такими молодцами грех отступать, и продолжит отступление. То есть тут как раз линия-то была сохранена, потому что в тех условиях вероятно вот это было единственное такое правильное решение. И для Наполеона действительно это было началом конца, как у русской компании еще отзывался Шарль-Морис Толеран, огромное количество французов попало в плен, там от 150 до 190 тысяч человек, и Наполеон в России потеряет армию или потерял армию, а вскоре он потеряет и империю. То есть отсюда вот такое восприятие русской компании как памяти травмы, и собственно отсюда последующее восприятие французами России. То есть вот эта вот память травма, вот это неприятие какое-то моральное своего поражения формировало и негативный взгляд на Россию, то есть нам просто не могли простить нашей победы, а потом и нашего великодушия. Вот то, что касается романа Льва Николаевича Толстого, то есть это тоже очень важный вопрос о взаимосвязи между историей и литературой, потому что очень часто обычные люди, не специалисты, они смотрят на исторические события через литературные произведения, через в данном случае роман Толстого, потому что, наверное, для большинства наших людей, русских людей, война 12-го года это прежде всего Лев Николаевич Толстой. И хотя, конечно, историки относятся к роману Толстого как именно к историческому роману неоднозначно, и особенно в том, что касается характеристики Наполеона, потому что здесь, понятно, вот такой именно толстовский Наполеон, но это как говорил французский, говорит французский историк Тьерри Ленц, у каждого свой Наполеон, он свой и у Льва Николаевича Толстого. Но, что важно, как раз мне это хотелось бы подчеркнуть, сами французские историки, даже молодые историки, вот, допустим, есть такой французский историк Артур Шевалье, он занимается Наполеоном, и он совершенно молодой человек. И вот как-то в интервью, ну, это, может быть, было уже год, года два назад даже, спросили три самые главные книги о Наполеоне, и первой книгой он назвал «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. То есть, как бы мы сами даже не относились к этому роману, как именно к роману историческому, хотя там же много показано очень верно, да, вот это восприятие аристократами этой войны, потому что поначалу же не было вот этого единения народом, да, и аристократы, элита, она не то, что была такая про-наполеоновская, она часто была оппозиционная, и на Наполеона взирали с какой-то надеждой, вот сейчас придёт вот этот вот просвещённый правитель, и станем мы жить все мирно и дружно и счастливо и вообще на французский манер. И это, кстати, ведь у Крылова в баснях, посвящённых этой эпохе, прекрасно отражено. Вот как раз он же пишет цикл басен в это время и как раз о тактике Кутузова и Александра, и о Москве, вот та же самая его басня «Ворона и курица», когда ворона решила остаться в осаждённой Москве, ну, потому что их же не варят, как он пишет, суп из них не делают из ворон, а остальные все уезжают, и курицы уезжают. А оказалось, что голодные французы, они и тех же ворон с удовольствием поедают и суп вороний едят. И, кстати, мы с вами как-то говорили об Александре Дюма и о его путешествии по России уже во второй половине XIX века, и помните, он же там как раз вспоминает войну XII года, вспоминает Москву и как раз вспоминает вот тех самых французов, которые ели ворон в Москве. То есть это так надолго такая легенда и такое жуткое воспомещение, такая психотравма жуткое, да? Даже вот на таком гастрономическом уровне. Да, что касается Мороза, то, конечно, ведь французам нужно было, Наполеону нужно было показать, что он всё сделал правильно, он всё просчитывал правильно, но вот он здесь столкнулся с таким непреодолимым препятствием в виде Мороза, генерала Мороза, ну и ТИФ, вот это по его мнению и по мнению там ряда историков зарубежных великую армию и погубило. И Наполеон потом же говорил, что вот он просчитывал и изучал температуру среднюю в России за последние 50 лет и никогда вот холода якобы не наступали так рано и так неожиданно. Ну, мы-то с вами знаем, да, у нас каждый год зима неожиданно наступает. Французы как-то к этому были не готовы, при том, что когда они были в Москве, Наполеон же сам потом на Святой Елене уже в беседе со своим доктором говорил, что вот в Москве был лёгкий минус, такой совершенно приятный морозец, а потом начались холода до минус 18, но тут надо учитывать, что, наверное, для французов любая минусовая температура она была губительна. Почему? Потому что мы уже говорили, в те времена армии предпочитали воевать в тёплое время года, зиму обычно пережидали и у французов и шинели-то появились только после Аустерлица и то от холода они не спасали и поэтому для многих солдат Великой Армии из южных регионов мороз и солнце это вовсе не день чудесный а это шок но понятно что и наши солдаты тоже страдали от мороза хотя да у нас по уставу можно было поддеть полушубок под шинель но мороз в любом случае действует одинаково на всех другое дело что французская армия она была еще и деморализована и это голодные солдаты и поэтому тут конечно мороз и лошади опять-таки гибнут мороз со счетов скидывать нельзя но говорить о том что погубил великую армию генерал мороз это конечно такое вот французское оправдание потому что погубил великую армию конечно сам наполеон сам наполеон и погубил а потом он уже искал оправдание в виде мороза или пожара москвы который тоже ему все испортил когда вы об этом говорите я все время думаю о том насколько он был блестящий пиарщик насколько его подчиненные участвовали в создании вот этой легенды ведь фактически спасая свою шкуру наполеон с охраной проскакал буквально по замерзшим обледеневшим саперам которые держали мосты по французским саперам этот подвиг был такой знаменитый и ушел бросив свою армию он проскакал всю Европу он вошел в Париж а Париж-то и не заметил фактически гибели колоссальной армии биржи не вздрогнули ну вроде вернулся император но наш император герой император пошел туда к скифам к азиатам в эту Азию вот что это вот такой момент он входит и все нормально Париж воспринимает свой героический император ну на самом деле вы верно заметили что Наполеон это такой его называют некоторые историки первым пиар-менеджером в истории потому что да главное не быть и оказаться ну Наполеон конечно и был да и был и Наполеон это в любом случае один из наверное из самых ярких и военачальников и политиков всех времен и народов но для него важно было создавать вот именно имидж вот об этом мы сейчас Наталья Петровна поговорим после небольшого перерыва потому что ведь впереди будет и заграничные походы русской армии и будет вход русских в Париж но все и даже потом все его перипетии бывшего императора это все будет окутано борьбой за сохранение вот этого имиджа за ту славу которая сейчас привела к тому что каждый день выходит новая работа о Наполеоне мы об этом обязательно поговорим не переключайтесь уважаемые зрители уважаемые радиослушатели дальше будет только интереснее российский радиоуниверситет это российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кононыхин у нас в гостях доктор исторических наук профессор Наталья Петровна Танчина в нашем цикле коротком цикле о наполеоновских войнах и России мы говорим о том как столкнулись характеры западных европейцев и русских что после панического отступления катастрофы которая протянулась от Москвы до Березины где колоссальная армия двунадцати языков прекратила свое существование какие-то жалкие остатки несколько десятков тысяч вырвались из этого чудовищного русского ледяного ада Наполеон ведь бросил свою армию он по трупам французских саперов проскакал через Березину и вернулся в Париж а Европа-то Европа фактически весь тогдашний мир вся идея французского мирового господства она не шелохнулась все не заметили этого вообще император входит а где армия а вроде все в порядке что было тогда действительно вот вы говорите бросил да Наполеон он так и неоднократно ведь делал да египетский поход опять-таки тоже просто бросил там армию на произвол судьбы ну или на генерала Клибера теперь вот после Березины когда действительно вот ошибки нашего руководства военного медлительность некоторая дали как раз Наполеону возможность вырваться из кольца и спасти свою гвардию генералитет но несколько десятков тысяч человек по большей части обмороженных обессиленных они либо погибли либо попали в плен как раз на переправе и поэтому вот переправа операция на Березине даже если она не удалась русским до конца она поставила Наполеона на край гибели и его великая армия фактически перестала существовать и от нее то что осталось вряд ли могло служить основой для создания новой армии хотя понятно что он сумеет создать новую армию уже в 13 году и вот 23 ноября 12 года Наполеон передает командование Мюрату покидает остатки своей армии и в сопровождении всего лишь нескольких приближенных вот за 13 дней он инкогнито промчался и оказался во Франции под именем герцога Веченского и уже 18 декабря он был в Париже и вот вы верно отметили важна реакция с которой парижане встретили вот это известие ну конечно это было потрясение для французов потому что Франция она была не готова вот к такому исходу но поскольку Наполеон неудачи обвинял климат вот это поражение оно серьезно доверие к императору не поколебало но тем более что Наполеон это представил не как поражение а как победа потому что была одержана победа в битве под Москвой русские войска оставили Москву французы вступили в древнюю столицу и поэтому Наполеон представил это как именно победу тем более биржа это показатель всегда а вот биржа не дрогнула или допустим как писал современник событий французский барон де Марбо он писал что большинство французской нации которая была приучена считать императора непогрешимым и которая не имела ни малейшего представления о том что случилось видела вот в этом только славу которую принесло нашему оружию взятие Москвы то есть вот именно так французы и воспринимали возвращение Наполеона ну уже правда с остатками армии а вот что касается народной войны мнение о том что народная война она не играла какой-то существенной роли в победе вот такая точка зрения как раз она и присутствует часто в западной историографии и там упор делается порой вот как раз на те факторы о которых говорит Наполеон то есть климат очень неблагоприятный мороз географические условия болезни получается что он ссылается на обстоятельства непреодолимой силы вот на то что не то что подвластно только богам а то что крестьяне русский народ аристократы сплотились как единая русская народившаяся нация и врезали как следует всей этой армии двунадцати языков он это уносит за скобки как опытный пиарщик и он да Наполеон а потом вот эти пропагандистские заявления наполеоновские они же перекочуют и часто в работы историков и поэтому такая позиция в западной историографии по крайней мере она тоже присутствует и вот вы верно очень заметили насчет национального характера потому что на самом деле отечественная война двенадцатого года она же стала вот таким знаковым системообразующим событием именно в плане формирования русской нации и осознание себя вот как великой нации как некой такой единой нации хотя конечно там вряд ли наверное произошло вот такое абсолютное единение дворянства и народа но то что вот страна как-то так скрепилась страна соединилась вот это было очень важно Наталья Петровна но ведь потом последовал зарубежный поход русской армии заграничный поход ведь фактически вот то о чем и Толстой со своей стороны говорил и то что вы рассказываете аристократы постоянно находились в непосредственном контакте с тем самым народом те аристократы которые перед войной говорили по-французски вдруг массово увидели русский народ русский язык русские песни это все происходило во время этих войн да еще и вот этот поход он был победоносный русские вступают в Париж вот это все ведь фактически против Наполеона тут же складывается очередная коалиция которая и довершила его его и всей Франции рывок к мировому господству чего нам до сих пор подчеркиваю до сих пор французы простить не могут то что тогда мы поставили крест на французских планах мирового господства ну русские всегда этим занимаются то на французских планах то на немецких планах сейчас на очередных планах ставят этот крест возникает тогда вопрос а вот что было вот в эти в этот короткий период мы знаем что это колоссальная опять историография колоссальное количество научных трудов но самое главное а вот этот период уже движения коалиции к Парижу. Что это было? Опять-таки, это, наверное, такой целый отдельный этап в истории наполеоновских войн, заграничные походы русской армии, и это еще целых полтора года. То есть не то, что война 1912 года, французы изгнаны с территории России, и все. Нет. Еще были кампании 1713-14 года, но уже за пределами России. И тут же тоже были среди нашего командования разные точки зрения, нужно ли это вообще совершать, нужно ли дойти до Парижа, как нужно действовать. Тем более, что Наполеон, он же сдаваться-то и не собирался. И к началу кампании 13-го года ему же удалось одержать ряд побед под Люциным, Бауцином, Дрезденом. Но в битве народов под Лейпцигом, это 16-го, 19-го октября, это самое крупное сражение за всю историю наполеоновских войн, Наполеон терпится крушительное поражение и был вынужден вывести армию из Германии. Ну и, собственно, наверное, было понятно, что это уже финал, потому что в армию всё труднее и труднее было набирать. В армию идут не дети, но совсем юноши, подростки, то есть очень молодая наполеоновская армия. И поддержки-то уже такой нет у Наполеона народной, потому что люди устали, люди уже обессилели. И, по сути, речь уже шла о финале. И вот, собственно, уже кампания 14-го года, она и начинается с вступления войск 6-й коалиции на территорию Франции. И вот тут как раз можно поговорить о наполеоновской пропаганде, образе ужасных казаков, потому что Наполеон, мы уже говорили, это мастер на самом деле политической пропаганды, и он активно вот эту пропагандистскую войну ведёт ещё и накануне своей русской кампании. И мы говорили о фальшивом завещании Петра Великого, которое как раз по его поручению было включено в книгу Шарля Луи Лезюра. Но как раз вот эта книга Лезюра, она вышла с опозданием, она вышла уже когда армия наполеоновская отступала из России и покидала её пределы. Но вот это вот последнее такое сопротивление, последние битвы, последние бои, они сопровождались как раз и очень мощной кампанией пропагандистской. Фактически, я прошу прощения, Наталья Петровна, получается, что Франция измучена фактически четвертвековой мобилизацией, уровень жизни начинает падать, ну, собственно говоря, грабёж Европы сокращается, и здесь нужно буквально гальванизировать, довести до полной истерии, до иступления эту Францию, для того, чтобы её бросить в последний бой в честь своего императора. Конечно, конечно. То есть для того, чтобы вот именно сплотить народ и показать вот этих вот ужасных варваров, мародёров, дикарей, вообще не людей, которые вот подступают буквально уже к французской столице, и поэтому каждый парижанин, каждый француз, он должен, что есть сил, защищаться и обороняться против вот этого нашествия варваров севера. Азиатские орды подступают к Париже. Я думаю, мы должны обязательно разобрать этот сюжет, потому что о нашем ордынском сущности, о нашем ордынском происхождении, о том, что мы азиаты, мародёры, которые в жизни ничего хорошего не видели, там ни хороших домов, ни стиральных машин, нам даже сейчас об этом ежедневно рассказывает европейская пропаганда, тоже доводя до истерии, до иступления противников, находящихся с другой стороны. Ведь это фактически наследие наполеоновской пропаганды, отработанной его штампой. На самом деле, да, если мы посмотрим, если мы сравним вот эти вот пропагандистские газеты наполеоновской поры и заявления, в смысле вот сам этот образ ужасных казаков, ужасных русских, и сравним современные заявления, да, и современные пропагандистские какие-то вот агитки, то здесь нет никакой большой разницы, поменялись только детали, то есть то же самое... Только декорация, да. Якобы, да, мародёрство, насилие. Убийство детей. Только теперь, как вы сказали, детей, стиральные машины и унитазы, да, что там ещё якобы. А тогда это вот уши, да, уши, ожерелья из отрезанных ушей. А сейчас золотые зубы находят. Всё, что угодно, чтобы довести до истерии население. Я думаю, мы обязательно следующую беседу посвятим именно этому, как Наполеон довёл до истерии Францию и пытался довести до истерии всю Западную Европу, и как до сих пор эти старые лекала наполеоновской пропаганды действуют, используются современными пиарщиками. Об этом мы продолжим обязательно в следующий раз. Уважаемые зрители, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете послушать и посмотреть на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК» на YouTube-канале Дмитрий Кононыхин. А мы продолжим наш рассказ о наполеоновских войнах и месте России в мировом господстве западных держав. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо большое.